Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Черневская. В этом году, 11 сентября, Самара отмечает свое 436-летие. Это отнушительный возраст, официальный, но некоторые историки считают, что она старше на целых два века. Давайте отправимся в самое начало становления города на Волге и узнаем, откуда взялись противоречия. Сегодня гость в студии – Эдуард Львович Дубман, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета. Здравствуйте! Добрый день! Ну что же, официальной датой становления города-крепости Самары, спрашиваю я вас, на Волге следует считать какой год? – 1586 год. Это официальный источник? Откуда взялись вот эти данные? Пожалуйста, расскажите все-таки историю становления, а вы специалист в этой области города-крепости Самара. Ну, во-первых, официально судить о том, когда возник город, мы можем по совокупности документов. Как в любом случае, историк похож на такого вот расследователя, сыщика. Вот чем больше фактов он наберет, конкретных, тем правильнее его выводы. И в нашем случае это нужны те документы того времени, конца XVI века, которые свидетельствуют о том, что именно в этом году Самара упоминалась. И эти документы есть. Это документы разрядного приказа, который командовал сооружением всех городов в то время, который командовал войсками и так далее. Это посольские дела, потому что по Волге шли серьезные отношения с Персией, Ираном сегодняшним, с Ногайской Ордой, которая господствовала тогда здесь. И в целом в ряде документов имеются такие сведения, что именно 1586 год. Это утверждается и в Москве, царем нашим. И это утверждается и Ногайской Орде, местными биями, ханами, как их тогда называли. Скажите, а документы эти сохранились? И они вообще где находятся? У нас в нашем городе, либо в столице? Ну, в основном это столица. Это центральные архивы. В Москве, прежде всего, государственный архив древних актов и так далее, и так далее. Целый ряд документов. И самое это приятное, то, что вот в самые последние годы были найдены подлинные документы, очень любопытные, которые мы нашли в Государственном историческом музее в Москве. И там есть документ из приказа Казанского дворца, который в это время уже свожился, который руководил всей территорией, которая была завоевана русскими войсками в конце, в середине 16 века. И там речь идет о том, что вот в этом приказе Казанского дворца его руководитель, как тогда назвали судья, Андрей Яковлевич Челкалов, очень серьезная фигура. Он вместе с Борисом Годуновым фактически при царе Федоре Иоанновиче, который почти не управлял страной, он занимался всеми государственными делами. И там как раз говорится указание о том, память наказная о том, что воеводе Засетину, князю Григорию Осиповичу приказано осматривать вот эту местность, понять, как нужно строить город, все это сделать и потом прислать все планы, роспись и так далее, так далее в приказ Казанского дворца. Вот это все заверено, это уникальный случай произошел, что нашли такие документы, целая совокупность. А как случился этот уникальный случай? Вы сказали, мы нашли, значит, вы тоже к этому открытию причастны. Как вообще это произошло? Что вы делали? Вы знаете, я-то был, как бы сказать, человек, к которому обратились вот с этими документами, а так его нашли московские следователи, с которыми у меня хорошие отношения свожились. И вот как раз один из них, который занимается средними веками российскими, вот, работал в этом архиве и отделе рукописных памятников там, и увидел эти документы. Они его тогда в те времена не заинтересовали, потому что он занимался другими проблемами. А тут мы поговорили и, в общем-то, выяснили, что они нужны нам, нужны нашим архивам в копиях и так далее. Ну, эти документы меняют историю или, наоборот, подтверждают какие-то факты? Если да, то какие, Эдуард Леонидович? Они, во-первых, подтверждают дату, время Самары. Тогда это раз русской Самары, имеется в виду, конечно. Они свидетельствуют там где-то около полутора десятков документов, и они свидетельствуют о начальном периоде Самары. Это вторая половина 80-х годов XVI века, это конец XVI века, начало XVIII века, где-то до 1640-х примерно годов. То есть они уникальны, потому что от этого времени остались крохи буквально. Ну, тогда я прошу вас рассказать, что из себя представляла территория края во второй половине как раз XVI века. Ну, об этом можно судить по картам, картам или западноевропейцев. Англичане как раз после того, как Казань и Астрахань стали русскими городами, их завоевали в середине XVI века, и вот английские путешественники, торговцы, купцы, московская английская компания тогда возникает, они пусть ищут путь в Индию. Если они сначала пытались обогнуть русское государство по северному пути, и там корабли их замерзали, не могли пройти, вот, то теперь они находят очень интересный путь. Вот, и они составили карты. Вот середина, не середина даже, 80-е годы, конец 70-х, там 80-е годы XVI века, есть карты очень любопытные, которые показывают вот на все на это. Пространство почти пустое, вот, называют его тартари обычно, это и англичане, это еще раньше другие иностранные путешественники, это потом в конце XVI, начале XVII века первые русские карты появляются. То есть мы имеем представление, что это за местность, она пустынная, это кочевья. Здесь как раз лесостепь переходила в степные пространства, и кочевники приходили сюда весной, где можно было упасти скот по реке Самарии, по Волге потом спускались вниз, чтобы перезимовать где-то у Каспийского моря. Ну, в общем-то, и вот все это тартария, понятно от чего, от Золотой Орды, от всех тех времен татаро-монгольских и так далее, и так далее. Ну вот, Кольщ, вы заговорили о путешественниках, я вставлю, да, на свое слово. Вот в истории Самары особенно заметные следы оставили секретарь посольства герцога Гальчинского Адам Алиари и голландский путешественник Корнили Дебруи. Вот именно они самые первые сделали и самые ранние записи о Самаре и о достопримечательностях. Так в чем же состояли эти записи и какие были достопримечательности? Ну, во-первых, мне бы хотелось отстоять, как бы сказать, приоритет русских людей. Потому что в 1623 году Федор Котов, Федот его называет Федор, по-разному, Котов русский купец, пыл по Волге и оставил коротенькое описание Самары. Буквально несколько строчек о достоверности этого описания спорят. Но, в общем-то, оно, мне кажется, достоверны многие исследователи. А потом, конечно, это Корнелий Дебруи, это Адам Алиари или Алиариус. Это человек образованный, очень образованный его. Потом в Москве несколько раз просили перейти на русскую службу. Вот, энциклопедист, он пользовался, когда пыл инструментарием, особо отмечал долготу, широту и так далее. Оставил прекраснейшие описания русских берегов. Но это более подробно. И так Акотов о чем писал? Акотов очень коротко. Он пишет, вот крепость Самарская, вот она такая-то, деревянная, небольшая, идет немножко к берегу, песок залег и так далее, и так далее. Потом идет крепость Саратовская, тогда тоже самая очень короткая запись. Короткий очерк, да? Просто-напросто о том, что видел. Ну, вот буквально несколько строк, но они настолько емкие, вот представляете, то есть там понятно становится, какова эта крепость, вот что она собой представляет и так далее. То есть типичные русские укрепления на границе, где нужно было оставить небольшой границон 300-400 человек и защищать Волжский путь. Алиари не только замечательное описание, но у него великолепный рисунок Самары. Но плыл он с другой стороны, Волги, и рисунок этот, вот о нем много спорят, уж больно он такой примитивный немножко получается, но не слишком понятно. А вот первый по-настоящему серьезный рисунок Самары – это 1703 год. Это Корнелий де Брейн или Бруин, как у нас пишут обычно. Это художник, он художник, он плыл весной по Волге, а весной идет плаводие, и можно было плыть вот рядом с Самарой. И у Корнелия Бруин чудеснейший рисунок Самары, вот с окрестностями совсем спускается она к Волге, храмы, фрагменты крепости, то есть чудесно вот так вот. А помимо того, вот в это время, 17-й век, начало 18-й века, есть еще целый ряд записей о Самаре, о том, какая она была, короткие сведения. Но в любом случае, все это крайне интересно, мы начинаем представлять, а что это за город. Ну, а не совпадают, по крайней мере, эти записи? Вы знаете, ну… Ну, каким-то, может быть, историческим фактом не очень совпадает. У Адама Алиари, у него просто крепость, вот сама по себе крепость, и такой подквадратный город такой, вот, со строениями и так далее. А у Бруины весь город. К этому времени Самара выросла, у нее появились окрестности, у нее появились свободы, она уходит на север, вот, от устья реки Самары, там-то она на горке стояла, да, между речи. И, вот, Бруиновский рисунок, конечно, ну, очень интересный, конечно. Ну, что же, продолжаем наш разговор. Как проходило строение крепости Самары и близлежащих городов по Волге? Ну, и давайте перейдем к личности князя Засекина. Ну, вы знаете, вот, строить такие города-крепости, их называли городами, хотя на город сегодняшний они совершенно не похожи. Это военная крепость, военным гарнизоном исключительно. Да и военные, как правило, первый год, их называли годовальщики, они даже семьи своих сюда не брали, потому что это было опасно. Вот, представляете, на пустынный Волжский берег приплывают, и нужно было срочно строить укрепление. Для этого лес рубили где-то повыше по Волге, где-то в латырских местах, там, на Сурье, или, может быть, под Казани, или под Нижним Новгородом, и так далее, и так далее. Его очищали, готовили, стаскивали на берег реки Волги, и вот как только начиналось с половодия, вот его собирали либо на суда, либо в плоты, трудно сказать как, спускались вниз, приплывали вот в устье Самары, караван заплывал, поднимали весь этот лес наверх, потому что, знаете, Самарка внизу, да, там горка такая. Вот, и начинали, что делать надо было сначала? Священник должен был сначала освятить место, естественно, да. Освящали вот это место, закладывали, где должен быть храм. Вот вы говорите, что в сентябре мы празднуем, да, Самару, это годовщину, а так-то и ее вот этот храм наш, троицкий первый соборный храм, и Троица тогда, она состоялась 1 июня. Вот, по всей видимости, не могу сказать, что точно, но по всей видимости. Ну, конец мая, начало июня, да, я тоже читала исторические очерки, да. Да, 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 вот это закладывали, размещали все, город тоже самое составляли, проект, проекты, план его составляли еще раньше, горододельщики, поэтому размечали. И вот из этих бревен начинали складывать, а срубы готовили там, вот где его рубили, этот лес. Поэтому нужно просто собрать, как баньку собирают, да, как избу, которую перевозят. И вот все это собирали, скорее-скорее, стены, башни, места для жизни, ну, хотя бы какие-то, полземлянки или еще что-то, да. Вот, и вот так возникает. Город строили за три недели, за месяц, за полтора месяца. Вот в конце мая, начале июня начинают строить город, а уже в августе там останавливаются караваны, да и раньше останавливаются. Там просят у местного нашего воеводы, князя Засетина, просят людей, чтобы они сопровождали этот караван до Казани, например, и так далее. То есть уже возникает городок, крепость, как угодно его, примитивный, пока он расстраивается и так далее. – Ну, все-таки, а что из себя представляла Самара, как военный гарнизон, спрашиваю я вас, и все-таки какие люди жили в Самаре? – Ну, что такое гарнизон Самары? Вот гарнизон Самары, как и гарнизон Саратова, Царицына, которые строились буквально двумя-тремя годами позже, это так называемые служивые люди. Служивых людей тогда, это военные люди, их делили на две группы, служивые люди по прибору, это стрельцы и казаки, казаки-городовые, не того лица, которая жила на Дону, или на Яеке, и так далее. Вот. И служивые люди по отечеству, это дворяне, и дети боярские, те же дворяне, но которые были победнее, попроще, и так далее, и так далее. Вот они и составляли гарнизон тогда. Кроме того, туда еще иногда селили Литву. Литва – это вот шли войны с княжеством литовским, которое входило в состав Речи Посполитой. И вот оттуда, вот из городов, то ли они белорусы, то ли Литва, вот они, часть перешла на нашу сторону, на русскую, и вот их селили тогда. Вот это люди, вот это первый гарнизон, и численность его, ну, где-то максимум 300-400 человек. Это первые один-два года. Потом уже начинает все это расстраиваться, расселяться. Годовальщики заменяются уже людьми-семьями, которых сюда переводят. Здесь уже начинают жить люди. А по-настоящему город можно называть только тогда, когда появляются люди уже, которые занимаются ремеслом. Тогда их называли черные люди, да, потому что они платили налоги, в отличие от белосвободцев. И вот они как раз и становятся вот таким городским населением, которое занимается промыслами, которое занимается торгами. Но в то же время и люди из гарнизона, служивые люди, прожить на жалование государев было тяжело. Ну, то есть промыслы, торговля – это вот первая визитная карточка города Самара. Правильно я вас понимаю? В смысле хозяйственного? Да. Разумеется, разумеется. Промыслы, торговля, сопровождение судов, Волжский путь – это путь караванов. Ежегодно весной 500 примерно судов пропулавлено по Волге. И осенью они поднимались, да еще в перерывах поили и так далее. А кроме того, через Самару, через Волжские города шли пути через степь. Это в Среднюю Азию здесь караваны шли. То есть, вы знаете, город стоял на перекрестии вот таких путей. И за счет этого тоже жили, да. А вот хорошо ли жили люди в Самаре 16-17 века? Но ведь вы совершенно верно сказали, что Волга – это в первую очередь торговое отношение. А здесь уже, в принципе, подразумевает перед собой, да, и зарабатывание денег в том числе. Вот как жили люди тогда в Самаре? Ну, слово «хорошо» – это такое слово расширительное, да. Но вообще на Руси-то в то время жили почти все не очень хорошо. Почему? Потому что русское государство, московское государство, оно было кочевниками затолкнуто в леса. И для земледельческого населения заниматься сельским хозяйством, а это была основа, на этом можно было только выжить, вот. Было очень сложно. Плохая урожайность, постоянные севера, и весна короткая, и осень короткая, и лето короткая, вегетативный период растений не удается созревать. И вот как раз с конца 16 века, со второй половины, русские люди начинают выходить и на юге, и в нашем Поволжье, на юго-востоке, они начинают выходить в лесостепь. А лесостепь – это вот как один говорил из людей, близких к Ивану Грозному, райская землица. То есть действительно там плодородные почвы, там мягче климат, там, если не урожай, то он скорее от засухи, чем вот от этих всех событий, там, морозов, дождей и прочее, прочее. То есть и вот о нашем вот самарским людям повезло, да и другим, которые были на Волге, вот в этих городках и повезло, потому что Волга обладала гигантскими запасами рыбы. Это вот и Адам или Арий, и другие все отмечают, и я специально занимался об этом, писал там какие-то книжки и так далее. Вы знаете, этой рыбой была тьма, и причем это были великолепные сорта, это была белорыбец, которая шла к царскому двору, это были осетр, белуга и прочее, прочее. Вот и Волжская сельдь или еще что-то просто выбрасывалось, она была сорной рыбой, ее называли бешенкой, потому что когда она шла, вот, своими вот стаями по Волге, то ее было так много, что она бесилась, выбрасывала веселка, бешенка и так далее. То есть, в принципе, и климат здесь, наверное, позволял и заниматься выращиванием каких-то там экзотических более продуктов, так ведь, да? Ну хорошо, переходим к следующему периоду лихолетия смуты. Вот какую роль все-таки играла Самара в период смутного времени начала 17 века? Вот знаете, тоже очень интересный период, конечно, но мы, это праздник, это праздник, конечно, для нас, вот очень многие мои знакомые говорят, ну что это за праздник придумали? Понятно, вместо октябрьских праздников, в котором мы привыкли, наше поколение привыкло, но на самом деле, вот я как историк занимался немного смутным временем, И я понимаю, что именно в это время народ, русский народ, это сокраин государство из Нижегородского края, из Ярославского края, из Рязанского края, из Казанских земель и так далее, поднялся на то, чтобы освободить Москву и освободить русскую землю от поляков, от литовцев, от всех тех, которые заняли Кремль, которые пытались присоединить русское государство своим государственным образованием. То есть это действительно день национального подъема, и самое-то интересное, что знать приняла в этом участие, ну Пожарский, мы с вами знаем, князь там и другие, черкасские, другие многие, но их было немного, и многие пришли на сторону тех людей, вот. И в этом отношении, вот, Волга была очень любопытным таким вот явлением. Дело в том, что в Астрахани сразу начинается восстание и прочее, прочее. Там появляются самозванцы, вот, на Яйте появляются они, там, на Тереке и так далее, и так далее. То есть Волга становится рекой, которая рождает. Вот мы с вами знаем уже Дмитрий I, Дмитрий II, там Петр, вот, тоже самое, Петр Федорович и так далее. Но целый ряд самозванцев еще. Волжские города, по ним постоянно, вот, вы знаете, посылают русские войска из Москвы, когда она еще была русской в то время, вот, к Астрахани. Но Волгу надо было освобождать, содержать в порядке и так далее. И вот в результате, к концу смуты, к 1713-14 годам, получилось так, что Астрахань, чужая, там засел Заруцкий, Иван Заруцкий, своей Марины Мнишек, та польская дама, которая сыграла очень интересную роль в истории смуты. Вот, Царицын и Саратов погибли в огне, их выжгли, и в результате между Казанью и Астраханью был только один город, который был русский. Это как раз была Самара. Вот туда посылают, когда уже в Москве появляется правительство Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых, вот, туда посылают воеводой родственника Дмитрия Михайловича Пожарского, вот, Лопату Пожарского. Он здесь наводит какой-то порядок, он засел, он постоянно поддерживает отношения с казанскими властями, а там готовят русские войска, которые должны идти на юг, по Волге, чтобы прекратить вот этот мятеж в Астрахани. Вот, и вот Самара играет такую роль ключевого центра. Здесь стоят войска вот на Переволоке, это там делают сегодняшний наш Переволок на Волге. Вот, здесь гарнизон Самары, здесь князь Пожарский пытается мобилизовать все силы, чтобы не допустить вот этот поход уже, не уже Дмитрия, а Заруцкого по Волге, который готовится к этому. Вот, и в результате, вот, смотрим мы на Самару, действительно, и смотрим на описание Самары о том, что здесь голодно, здесь людям нечего жить, что люди между дворами скитаются, что как только начнется весна, местные жители говорят, что они уйдут куда-нибудь, потому что они умрут с голода и так далее, и так далее. Город выстрел. Он поддержал войска, которые шли вниз по Волге. Авантюра Заруцкого была разгромлена, и вот в 1714 году для нашей Волги практически заканчивается смутное время. Очень хочу спросить я вас о Самарской Луке, что она представляла из себя тогда, и вот сельское хозяйство, промысла, добыча соли и так далее, вот какие интересные факты есть у вас? Ну, знаете, вот настоящий город – это тот, у которого есть свой уезд. Не только то, что он военный или промышленный, хозяйственный и так далее, но у которого есть свой уезд. То есть это сельская округа, это сёвы, это деревни, может быть, какие-то свободы и так далее, где занимаются сельским хозяйством, где занимаются промыслами, где идут отношения между уездным центром, этим городом и так далее, и так далее. Так вот, ни Царицын, ни Саратов долгое время, это фактически до конца XVIII века таких уездов не имели, потому что была степь вокруг, потому что там завести пашню было невозможно, постоянные набеги и так далее. А Самаре в этом отношении повезло. Дело в том, что Самара, хотя и стояла на левом бережье, в Заболуши, а это было самое опасное место, но рядом с ней была Самарская Лука, и сама природа, эту Самарскую Луку создала таким образом, что и перебраться через Волгу было сложно, плюс леса, плюс горы наши Жигули, название-то позднее возникло, и в результате вот там начинает складываться такой уезд. Уезд этот появляется впервые, сведения об этом уезде, к концу 20-х годов. Видимо, это связано с отцом царя Михаила Фёдоровича, патриархом Филаретом, который вернулся из польского плена. Занять место царя он не мог, хотя по всем своим данным, умственным и так далее, именно он должен был быть царем. Он находился в польском плену, но он, будучи патриархом, его избирают в 19-м году, 1619, он, будучи патриархом, занимается активно не только церковными делами, но и делами хозяйственными. И вот как раз вот он и дворцовое ведомство, вот патриарши, это ведомство его дворцовое, оно начинает заниматься освоением вот этих божеских богатств, ресурсов. Это рыба, это соль и так далее, и так далее. Ему нужны перевалочные пункты. Перевалочные пункты в Нижнем Новгороде, где сюда идут, остановиться можно в Самаре и дальше к Астрахани и так далее, и так далее. И вот здесь как раз для него важное место занимали монастыри, так называемые домовые монастыри патриарши. И наш мужской спасопреображенский монастырь, который возник почти одновременно с Самарой, он для него становится, ну, как бы сказать, своим домовым монастырем. Этому монастырю, естественно, дают владение на Самарской уте. Вот там возникает и Рождественное, и Подгоры, которые вот Ильинское, потом становятся по названию, так далее, потом снова Подгоры и так далее, Новинки и так далее, и так далее, Давиновка и тому подобное, и так далее, и так далее. Там Мордовские селения, Чувашские, ну, Чувашский был здесь немного, Русские и тому подобное. Новинки, например, это были новые вот эти укрепления, крепости. Ну, вот, кстати сказать, да, сегодня Самара считается, Самарская область считается очень многонациональной областью, регионом, более 167 национальностей населяет наш регион. Вот можно ли сказать, что это все пошло еще со XVI века? Ну, конечно, можно. Возможно, это было и раньше, потому что в эпоху Золотой Орды, когда в любом случае это было государство, как бы мы его ни называли, мы говорим Игорь и так далее, хотя историки спорят, было ли игорь вообще. Вот, и именно вот в это время это был порядок здесь. Ордынские ханы считали, что нужно торговать, что нужно какие-то отношения поддерживать, строили города, промыслы и так далее, и так далее. И те люди среднего повушья, которые были населением, ну, как бы сказать, постоянным здесь, да, вот, они начинают спускаться вниз, в лесостепь, на Самарскую Уку, вот по правообережью, на Левобережье боялись что-то залезать, за Волжье, и здесь уже складывается. Это были, ну, не такие вот сельскохозяйственные поселения, это были временные, там промыслы какие-то там собирали, да, и так далее. Игорь Леонидович, наше время с вами подошло к концу, так быстро пролетела наша программа. Вас слушать, конечно, можно бесконечно. Спасибо вам огромное за очень интересную беседу и ваши компетентные ответы. Но вот близится все-таки День города. Вы, как человек, как житель нашего города, да, имеете к нему отношение, любите его, и в первую очередь, с исторической точки зрения. Вот пару слов, что бы хотели пожелать жителям? Ну, во-первых, я его люблю не только с исторической точки зрения, потому что здесь я живу с детства, здесь мои родители лежат в земле. Это город мой, и ничего этого не отнимешь. А я хочу, чтобы Самара процветала. Мне очень хочется, чтобы в Самаре были и высшие учебные заведения, и консерватория, и третьяковка, и было куда пойти. И уже сейчас начинают называть Самару северный курорт нашей России. И вот мне хочется, чтобы возобновились предприятия, потому что вот я когда-то работал на заводе, и мне хочется, чтобы Самара заслужила слава только космической столице, ну и столице самолетостроения, да, подшипники и так далее. То есть мне хочется, чтобы люди в Самаре жили, люди в Самаре могли отдыхать и учиться, и люди в Самаре могли зарабатывать себе на жизнь. Спасибо вам огромное. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Гору ТЭС. Всего хорошего. До свидания.